Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я финанс-тренер. Я не употребляю алкоголь уже 7 лет, в любых дозировках и по любому поводу. И хочу рассказать, почему стоит отказаться от алкоголя. Если вы целеустремленный человек и ставите перед собой амбициозные цели и задачи, вам приходится много работать, и вы понимаете, что алкоголь отнимает время. То есть, как минимум, бухаловка – это 6 часов. Дальше сон сомнительного качества. Следующие полдня у вас не сложатся, и день вообще будет никакой. Особенно, если вы в этот день планируете работать, работать не получится абсолютно мозгами в полную мощность никак. Если вы запланировали отдых, отдых тоже не сложится. И поэтому это отнимает время, то есть это объективный фактор. Мне очень нравится быть в строю, скажем так, 365 дней в году, когда у меня ясная голова, ясная речь, ясные мысли, и, в принципе, я могу делать практически все, что угодно. Ну, к примеру, если вы пьяный, а вас побили гопники, ну, это же не формат, правда? Либо, если вы пьяный, а на вас решили наехать почему-то полиционеры, просто придолбаться на ровном месте, конфликт другого формата, то есть в пьяном виде решать вопросы эти, как бы не вариант. Либо кто-то, не дай бог, сломал ногу, заболел, а вы в пьяном виде вызываете скорую, ну, как-то вообще не вариант. Я считаю, что приличный человек должен быть всегда трезвым. Я стал намного ярче воспринимать, ну, скажем так, намного, не так уж и намного, а процентов так на 30-50, ярче воспринимать окружающий мир. И на самом деле, когда организм мой постоянно чистый, мне это очень нравится. И это приятно. Это приятно, когда нет никакого дерьма в вашей кровеносной системе и в дыхательной системе. Поэтому вот мне нравится трезвое состояние, вот и все. Ну, и еще что, ну, и в принципе все. Вот такие вот маленькие плюсы, потому что третий глаз не открылся, на физическом плане особо никаких изменений не произошло, в плане там прироста силы богатырской и так далее. Поэтому вот такие причины. Поэтому если вы целесустремленный человек и хотите быть в строю 365 дней в году, то бухать, бросить это самое то. Причем многие скажут, что, ну, те, кто выпивает, скажут, ну, я пью немного, но я пью чуть-чуть, как приличный человек по праздникам. Я тоже пил немного, по чуть-чуть, только по праздникам, только культурные дозировки и виды алкоголя. Но все равно, если ты проводишь все яркие моменты своей жизни, плохие и хорошие, приятные и неприятные, с алкоголем, и не видишь, к примеру, Новый год, день рождения без алкоголя, то ты алкоголик, как ни крути, ты алкоголик, даже если ты пьешь по чуть-чуть, ты все равно алкоголик, потому что ты зависим от этого. Ну, а мне не хочется быть от этого зависимым. И плюс еще, почему? Значит, я посмотрел на людей, которые, на самом деле, алкоголь сгубил очень многих людей. И я лично видел, как люди просто превращаются в ничтожество от алкоголя. То есть жил-был какой-то бравый орел, случилось у него в жизни что-то, он забухал, и потом не смог бросить. Все. Поэтому, если у вас случается что-то плохое, ни в коем случае нельзя бухать, потому что, когда вы психологически подавлены, когда вы ослаблены психологически, и физически, и морально измотаны, и еще добавляется бухло, ваша воля подавляется очень сильно, и поэтому вы рискуете не выйти из этого состояния. Ну, даже, это касается не только алкоголя, это касается и наркотиков, всего остального. Причем, неважно, в каких дозах вы это употребляете. Конечно же, все скажут, ну, я в любой момент могу бросить. Объективно говоря, понаблюдав за большим количеством человек в реальной жизни, я понял, что это фактор риска достаточно большой. Я решил научиться справляться со всеми психологическими проблемами без бухла. И, в общем-то, это тоже как-то повышает самооценку и самоуважение подымается. Поэтому, в общем-то, бросить бухать, это очень хорошо и полезно. Вот все. На этом все. Если вы еще не подписаны на мой канал и хотите в будущем смотреть мои видеоролики, то, конечно же, подписывайтесь. Также, если вы хотите увидеть от меня какой-то видос на какой-то из интересующих вас тем, то пишите в комментариях, предлагайте темы, задавайте вопросы. На этом все. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok